Смотрите сегодня в программе Фанбокс Соревнование Кикит Уникальное боевое шоу в Южной Корее Чемпионат мира по акробатическому параглайдингу во Франции У нас тут идеальные условия А также новости от нашей команды Горилла Энерджи Кроме этого, репортаж с выставки Art Who Art в Москве Итак, усаживайтесь поудобнее в эфире телеканала TNT Music программа Фанбокс Рад, что вы снова с нами, дорогие дамы и господа Меня по-прежнему зовут Глеб Балелов И я вновь появился на ваших телеэкранах Для того, чтобы рассказать о последних новостях из мира экстремальных видов спорта Ну что же, а теперь переносимся в Южную Корею Где прошли соревнования, которые лично я ждал очень долго Как считаете, что будет, если совместить капуэры, брейкданс, кунг-фу и каратэ? Правильно, соревнования Kick It С 2013 года в Южной Корее проходят соревнования Kick It Это уникальное шоу, подобного нет нигде Здесь не надо драться, здесь надо быть максимально стильным Именно стиль – главный критерий при вынесении финального вердикта Участников отбирают по всему миру, но преимущественно это, конечно же, азиаты Для которых тэквондо, кунг-фу и каратэ прививаются буквально с молоком матери Хотя одного европейца мы все же разглядели Эти соревнования делятся на два этапа Первый – показательное выступление, можно сказать, визитная карточка участника А потом домашние заготовки, во время которых участники разбивают деревянные доски исключительно ногами Также в этом году соревнования Kick It разнообразили супер-высоким ударом Это уже на грани реальности Победу в этом году одержал Мин Шоу Шин, который, подпрыгнув метр на три, эффектно уничтожил деревянную доску И после своего приземления уже был на седьмом небе отчасти В своем интервью он сказал следующее А вот на этом моменте мы вообще чуть не прослезились Соревнования Kick It вновь раздвинули представления обывателей о возможности своего тела Пари как коршун и жаль как змея Эти слова точно об этих ребятах Интересно, как возрастает спрос на кимоно после проведения этих соревнований Ну а теперь мы переносимся во Францию, где не так давно прошел чемпионат мира по акробатическому парапланиризму В нашей программе мы не часто уделяем внимание этому виду спорта Но увидев эти кадры мы обязательно пересмотрим этот момент Если провести аналогию, то акробатический параглайдинг это примерно то же самое, что скейтбординг по отношению к прогулкам на лонгборде И то и то происходит на доске с колесами Вот только суть разная На скейте выполняются трюки, а на лонгборде просто едут себе вперед и получают удовольствие Так вот фристайл параглайдинг это по сути такое же выполнение трюков только на параплане И если обычно парапланиристы парят себе спокойно в небе и любуются картиной То эти ребята порой выполняют какие-то невероятно стремные движения 34 спортсмена приехали на озеро Дюсар на юго-западе Франции, чтобы за неделю определить, кто же из них бог воздуха У нас тут идеальные условия Хочется сказать огромное спасибо организаторам за то, что собирают нас тут Это большой шаг для нашего сообщества Помимо сольных выступлений прошли соревнования и в синхронном падении Участники оттачивают каждое движение до автоматизма Перекрутить и запутаться в парашютах можно в секунду Поэтому летают они, как говорится, на грани Напомним, что этот чемпионат мира проходил только второй год И в планах у организаторов, как написано у них на сайте Превратить соревнования в самое крупное событие в этом виде спорта Ну что ж, заявка серьезная, так что параплан вам в руки Ну а прямо сейчас молниеносно и беспощадно в нашу студию Врывается тим-менеджер команды Gorilla Energy А по совместительству динозавр отечественного BMX движения Федор Забалуев Он продолжает следить за всем, что происходит в плотных рядах нашей команды Ну а кто, если не он? Привет, друзья! Как всегда в этой части программы Я поделюсь с вами последними новостями, связанные с нашей командой В июне этого года райдер нашей команды Сема Кутузов Внезапно отправился в затяжное путешествие по пяти портовым городам в Черного море Зачем? Посмотрев тизер к этому видео, вы сами найдете ответы на этот вопрос ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже совсем скоро премьера полного видео С этой поездки, а сейчас перебираемся к снежным новостям Большую часть лета этот человек провел в Швейцарии на леднике Цермат Так как, по его мнению, это самый интересный летний парк в мире Несмотря на максимально расслабленную атмосферу У него накопилось достаточно материала для небольшого эдита Видео Андрея Ануфлева Цермат, микстейп 16 Смотрим Любой лыжник или сноубордер прекрасно знает, что если в летний период Чешутся ноги и страсть, как хочется покататься Лучшего места, чем Цермат, в Европе не найти Нет, конечно, у нас есть и Эльбрус, и другие ледники Но такого парка в летний период на европейских курортах нет нигде Андрей Ануфрев посещает Цермат, можно сказать, регулярно И это лето не исключение По его словам, несмотря на то, что атмосфера там была очень расслабленной Это, в общем-то, понятно из саундтрека к видео Ему все равно удалось набрать материал для того, чтобы выпустить небольшой эдит Да что уж там говорить, когда в зоне досягаемости есть трамплины, берила и лыжи А до зимнего сезона еще месяца три Не снять видео было бы преступлением На этом у меня все, программа Фанбокс продолжается Эти и другие новости ищи в наших соцсетях Подписывайтесь, рассказывайте друзьям, ставьте лайки Пока! Мы на финишной прямой И теперь вместе с вами с головой погрузимся в искусство Не так давно в Москве прошло открытие нового арт-пространства Хлеб-завод номер 9 превратился в очередной центр современного искусства Теперь жители столицы и гости Москвы точно будут знать, где искать хлеба и зрелищ Москва преображается с каждым годом И самые лакомые кусочки столичного пирога Это, конечно же, промзоны На территории которых километры пустующих ангаров, заброшенных цехов и складских помещений А квадратный метр в мегаполисе, сами знаете В конце лета рядом с винзаводом буквально через дорогу своей двери Открыл хлеб-завод номер 9 Построенный еще в 1934 году Это было первое хлебопроизводство во всем СССР С пометкой «Завод автомат» То есть на 100% управляемой машиной, а не человеком Когда-то через эти стены проходило 190 тонн хлебопродукции в сутки А теперь среди тех самых тележек, на которых возили нарезные и бородинские Представлены работы ударников художественного труда наших дней Здесь сегодня молодое искусство, талантливые люди И это именно та философия, которую хлебозавод будет транслировать вообще на протяжении всего своего пути Это такое продолжение флакона, творческий класс Происходит так, что те, кто хотят в нас участвовать, пишут нам сами И вот раз пришло около тысячи заявок Из этой тысячи отобрали всего 70 И тут как раз-таки не обязательно быть суперхудожником Организаторы больше смотрели на какие-то свежие идеи и новый подход Поэтому среди работ можно было встретить совсем простые и милые творения Типа этих мороженых Но согласитесь, что-то в этом точно есть Здесь многие, кто вообще не занимался искусством Они прислали нам заявку, но у них был очень классный вкус видения идея И после этого, наверное, девочка стала фотографом и очень известным фотографом Просто не будем их назвать по именам Есть художник, которого персональную выставку мы уже проводили И после этого у него пошла череда выставок И суть проекта именно в том, что мы даем возможность сделать первый шаг в мир большого искусства Мы никогда не заявляем себя как какие-то экстраэксперты, которые кого-то там отбирают, критикуют Мы делаем, как чувствуем и надеемся, что это мероприятие вдохновляет талантливых людей И потом у них все очень круто складывается В этом году, помимо различных холстов, фотографий и граффити на стенах Выставка Art Who Art пополнилась и перформансами Мы попали на весьма странные действия Не исключено, что для того, чтобы что-то понять, нужно было смотреть с самого начала Но мы как-то были совсем мимо И ничего не поняли Об остальных перформансах ничего сказать не можем, так как не видели Также одной из частей этой выставки стала и музыка На сцене выступали самые разные команды В которых организаторы отбирали все по тому же принципу Это то же самое, как и с художниками Мы точно так же поддерживаем молодых артистов, молодых музыкантов Мы не стремимся за каким-то известными музыкантами, серьезным лайнапом Нам интересно продвигать молодых В общем, хорошее дело вы делаете очаровательной девушке Помощь молодым и талантливым – это всегда хорошо Выставка «Артхуарт» дала старт новому арт-пространству И в будущем на этой территории планируется множество интересных событий Так что уверены, вы еще не раз услышите о хлеб-заводе номер 9 в нашей программе Ну что ж, друзья, на этом все Спасибо, что были с нами Для вас, как обычно, изо всех своих сил старался Глеб Болелов Не болейте, пока!